Обещан. Значит, Сапатап Артамонович, это сказав Николай Ширков Петрович, а записал Николай Евгеньевич Анчуков. Очень далеко отсюда, за 2000 верст, на реке Печоры, село Великая Виска. Сейчас это Великая Височная есть, я там не был, но мечтаю побывать. Только до Нарьямара доезжал, до Обсина доезжал, а дальше там надо. Вот, редкий и богатый, два раза он про него записал, вот, еще тоже на Нижнем Печоре, в другом месте, у Густозерска, и все, свет простыл, когда Буртамонович в 29-м году приехал, и уже никто про него не помнит ничего. А этому певцу-то, Ширкову, было 80 лет, в момент записи, в 92-м году. Вот, но талантливый был, и, скажите ли, вот я сейчас все слова, сегодня у нас такой случай, хотя Дикая Былина, но я буду пытаться припоминать его именно слова, а не, как, не из моего уже багажа братья. Поэтому, может, запинки какие-то, но стараемся. Ну, понятно, записали без напева, поэтому буду классическим напевом Печорским петь. И, скорее всего, он где-то так и пел. И, скорее всего, он где-то так и петь. От угодья князя до от Владыра, Выезжая туда, лой, добры, молодец, Молодой депутат сына Рытамонович, От рождения ему будет 17 лет, А и конем, и он владел, да шурмывал копьем, Вывозил и то ли бочки зелена вина, Вывозил и то ли бочки пива пьяного, Вывозил и то ли бочки меду сладкого, Вывозил и то ли хлеба все обвозами, Вот и выезжая от середины поля чистого, Становил он шатеры белой полотеной, Ах, становил и шестолы, да все дубовые, Уложил он столь лесины кедровые, Устелил и он скатерки все шалковые, Становил и ше посуду все хрустальную, На столах где? Ест вы все сахарные ям, А я пить я, то стоят, да все медовые ям, Вот поел он, попил, да забавлялся тут, А попил и ше поел, да тут и спать то лег, Уж как спит он, храпит, да как порог шумит, А и спал, то ли он, да пчелы суточки, Ах, стоит его конь, да лошадь добрая, А стоит, то ли он, да усы радуба, Там насыпана была пшаны, Ай, белая рова, да поставлена вода, Сладка медовая, но не ест польчаны, Да белая ровой, да не пьет он, Ай, все ты воды медовое, Повеся вон, держи ты буйну голову, Потопя вон, держи ты, о, те ясыныя, Ай, он бьет, то копытом во сыру землю, А дрожит наша матушка сыра земля, Ай, а сухое пенье да розломалося, А сырое дубье да крошаталося, По озерам воды вся расплескалося, Ушатрата тынинки все повыпали, О, то сно тут потап да пробужаете, Ушон скоро выходит из бела шатра, Он вонных то чулочек без чоботов, Он вонной то рубашочки без пояса, Ах, вот илтоле палечо буевую, Вот и бьет он коня да потучным бедрам, Ай, ревет он своим да громким голосом, Ах, ты волчья, ты сыт да травеной мешок, Ай, шо же стоишь, да ты не пьешь, не ешь, Аль, вода тебе моя нанче не сладкая, Лепша на те моя стала не дошлая, Не слыхал ли ты граянья вороньяго, Не слыхал ли ты свисту соловьиного, Не слыхал ли ты крыльку Бога и резкого, Тот провешился конь да лошадь добрая, Но и вот русским он языком человеческим, Ах, ты волчья, хозяин сударь ласковой, Ай, молодой ты потап свет Артамонович, Ведь подходит собака злая скурла царь, Кабы скурла дед царь да сын смородович, Ай, идет то ли он прямо в столе Нойкиевград, Ай, стольной Киевград хочет во плен спленить, И ша Божьей церкви он хочет в огни сожечь, Ай, чудны наши иконы на поплав реки, А по честным монастырях он мог грезь топтать, А из самого то князя хоть он голову срубить, А молоду его княгину за себя то взял. Ох, как ето потапу за беду стало, За немалую досаду показалосье, Ая помутились у потапа очень ясныя, Посердилось его дарить его сердцом, А вот и стало молодец да собиратище, Вот снаряжатище стало сподоблетище, Он накладывал латы все булатыные, Наложил и шея на груднички укладные, А на шею кольчушку по золотену, А на головку колпак до земли гречечкой, Гобылаты были так двадцать пять пудов, А еще на груднички те были как десять пудов, А е на шею кольчуга было пять пудов, А еще на голову то шапка, А е было сорока пудов. Вот берет те свою ансамблю острую, А берет ище палец убую, А берет тугой лук с окалиной стрелой, А берет ище копьен борзу метною. Ах, и вот и стал и он заседлывать до коня доброго, Он двенадцать колодет под круг шалковых, А тринадцать умечет через хребетну кость, Через крупную степ лошадиную. Ах, и не для ради басы, Все ради крепости, Ай, для ради побежки лошадиной. Чтоб не шиб его богатый ряд тот доброй конь, Не оставил бы его довод чистом и поли. А еще клал он войлучки под жопнички, А е на войлучки он клал седло черкашчато, И бросился потап да на доброго коня, А е повернул и он конем да как лютым змеем, А е потугает он своя да коня доброго, И он въехал во силу в прокляту Литву, И ше сколько он силушки, А е соблёйся чет да втрое, Втрое он той силушки конем топчет. Он и бил, то ломил да пчелы суточки, Приустали у него да руки белые. Вот оттули наш потап да повороты дает, Подъезжает к шатру, Ах, белополотену, И становит коня он косыру дубу, А еще приносыпал пшаны да белой горой. Да и наливал воды сладкой и медовой, А и сам то заходит во белой шатёр, А и сам то садится за дубовый стол, Тут попил он, поел да запавлялся уже, А как попил, то поел, да кто ты спать далёк. Уж он спит, то и храпит, да как порог, И говорит, а еще спит, то ведь молодец, Твои суточки.